Друзья мои, всем привет! Сегодня в этом видео я вам покажу и расскажу, как я делаю так, чтобы полотенце-сушитель работал в любом месте в ванной комнате, вне зависимости от того, где он находится. Это нужно для того, чтобы... Я так делаю всегда, когда застройщик не разрешает устанавливать краны или делать заужающие перемычки для того, чтобы полотенчик функционировал. Короче, это очень полезная и нужная информация для всех тех, кто занимается ремонтом. Поэтому смотрим, но никому об этом не говорим. Поехали! Итак, для создания этой чудо-перемычки нам нужно будет два тройника. В данном случае у нас 40 на 25. 40 у нас основная труба и 25 у нас будет труба идти на полотенце-сушитель. Раз. Далее нам нужно будет 25-я труба. В данном случае я буду использовать армированную трубу фирмы Millennium. Это у нас два. Упала. Следующее. Использовать будем трубу диаметром 40. Тоже фирмы Millennium, тоже армированная труба. Это у нас третий. Так, и в общем, чтобы сделать перемычку, нам практически больше ничего не надо. Раз, два, три составляющих нашей чудо-волшебной перемычки, о которой я вам расскажу по ходу данного видео. Итак, первым делом, что нам нужно сделать? Нам нужно определить точное расстояние от одного тройника до другого. Ну, оно может быть разным в зависимости от того, как вам удобно. Ну, я думаю, 10 сантиметров, в принципе, достаточно для того, чтобы сделать нашу волшебную перемычку. Берем трубу диаметром 40. Длину, как я уже сказал, 10 миллиметров. И трубу диаметром 25, длиной, ну, примерно чуть больше 10 сантиметров. И теперь, так как у нас две трубы разных диаметров, то они должны вот так вот аккуратненько, хорошо входить. То есть, одна труба должна входить в другую. Соответственно, мы вот таким вот образом наблюдаем заужение диаметра. Так, это заужение диаметра нам в дальнейшем и послужит тем самым скрытым заужением, которое заставит наш полотенцесушитель работать в любом месте нашей ванной комнаты. И теперь, как нам нужно сделать так, чтобы наша вот эта труба, которая свободно блуждает по другой трубе, стояла неподвижно и в будущем никак не повлияла на работу нашей системы горячего водоснабжения. Берем наш кусок, заготовку. Берем нашу две трубы. И, делая вот эту 25-ю трубу, буквально на 2-3 миллиметра, выводим за пределы 40-й трубы. Далее нам нужен утюг. И вот таким вот образом трубу 25-ю аккуратненько прижимаем к утюгу и тем самым делаем наплавление. Наплавляем 25-ю трубу на 40-ку. У нас должно получиться вот так вот. Ну, то есть мы 25-ку наплавили на 40-ку. Даем остыть, не тревожим его, чтобы она состыла. И дальше мы ту же самую процедуру проделаем с другой стороны. Просто ножницами отрежем 25-ю трубу, ну, буквально на 2-3 миллиметра больше. То есть, чтобы она торчала за пределы трубы диаметром 40. Ну, пусть она пока застынет. Итак, продолжаем. Обрезали 25-ю, и вот теперь она у нас вот торчит вот буквально на 2-3 миллиметра за пределы 40-ки. И таким же образом, в общем, наплавляем трубу на трубу. Вот что у нас получилось. С этой стороны так, с этой стороны так. Все, даем остыть наши заготовки. И потом я вам покажу, что делать дальше. Так, у многих может возникнуть вопрос, а если у нас труба, допустим, не диаметром 40, а диаметром 32. В общем, для этого нам нужно будет немножко другой диаметр труб. Вот у нас труба диаметром 32. Следовательно, берем трубу диаметром уже 20, и она у нас тоже хорошо входит в 32-ю трубу. Вот видите, как это все просто. И теперь таким же образом, как и 25-ю трубу, мы наплавляем ее на 32-ю. И у нас получится опять скрытое заужение, которое в дальнейшем нам обеспечит хорошую работоспособность нашего полотенцесушителя. Вот такой вот простой секрет, который я использую всегда в своей работе. Ну, то есть я с вами сейчас просто им поделился. Вообще, как родилась идея вот создания вот такой вот перемычки. Как-то мы на одной квартире делали ремонт, установили полотенцесушитель, тоже вот на такой вот прямоток перемычку установили, но у нас не было заужения диаметра. И полотенчик у нас не пошел. И тогда Бабай, звали его Рамазан, он посоветовал мне сделать вот такое вот заужение. После того, как мы сделали это заужение, полотенцесушитель у нас заработал. И теперь каждый раз, когда я делаю вот такие вот перемычки, всегда я вспоминаю эти мудрые слова мудрого человека. Поэтому всем рекомендую, когда вы делаете перемычку, делайте вот такое вот скрытое заужение. Никто об этом не узнает, но зато будет все работать хорошо. Поехали дальше. Так, продолжаем делать перемычку. Все, у нас пластик застыл. Теперь нам нужно расширить это заужение до нормального размера трубы 25-го диаметра. Для этого нам нужна шарошка по металлу. Ну, в принципе, можно сверло использовать. Я так и пользуюсь шарошкой. И вот таким вот образом, таким вот образом расширяем трубу. Вот этот наплыв. Короче, вот получается вот так. С этой стороны у нас еще не обработанная часть, а вот эта уже расширенная практически полностью. Ну, вернулись к обычному размеру диаметром 25 миллиметров. Это нам нужно для того, чтобы стильно не заужать перемычку, хоть это, конечно, и полезно. Основная часть воды будет идти через полотенчик, но все равно лучше уж пусть будет вот так. Такого размера нам достаточно, чтобы полотенчик у нас работал. Короче, делаем так с двух сторон и потом напаиваем на эти части тройники переходом на 25. Итак, получили мы вот так. Такую вот перемычку. Визуально она ничем не отличается от любой другой перемычки. Единственный секрет у нее находится здесь внутри. Заужение скрытое. И теперь никакой застройщик, никакая управляющая компания уже не докопается до вашей перемычки. Единственное, что они могут вам сказать, что она у вас работать не будет. Но вы-то знаете, что вот это заужение обеспечит вас бесперебойной работой вашего полотенцесушителя. Поэтому всем рекомендую, используйте данный лайфхак в работе. На этом у меня все. Теперь вы знаете, что сделать. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями, которые занимаются ремонтами. Пусть все об этом знают. Ну и естественно, не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И напишите в комментариях, как вам такой вид перемычки. Кстати, такие перемычки вы можете увидеть у меня на канале, который я уже сделал неоднократно. Они есть. Ссылки я оставлю в описании. Ну или можете, в принципе, сами зайти, найти и посмотреть. Все работает, все функционирует. Всем спасибо. Всем пока. Ну вот, и кстати, вот эта перемычка, которую я вам обещал показать, вот она здесь и есть. Волшебная перемычка, которая позволит полотенцесушителю работать в любом месте в вашей комнате. Так, и здесь у нас, в общем, такой блестящий глаз. И здесь блестящий глаз, который смотрит на нас. Так, и ждем несколько минут, чтобы у нас остыла пайка. И запускаем воду. Все, потом покажу.